Привет, друзья! Интересная история. Детей необходимо воспитывать. Этот факт едва ли вызовет у кого-то желание его отрицать. Ведь для того, чтобы человек стал человеком не только биологически, но и в социальном, культурном смыслах, его нужно правильно воспитать. Вопрос только в том, как именно его воспитывать и какие методы для этого использовать. Порой родители идут на крайние меры по воспитанию детей. Так, например, поступил и герой нашей сегодняшней истории. Житель американского штата Огайо заставил свою маленькую дочку идти до школы по холодной погоде 8 километров пешком из-за того, что та издевалась над своим товарищем-учеником из класса. Таким образом, отец решил проучить малолетнюю хулиганку. Свой воспитательный процесс мужчина снимал на видео. Все произошло после того, как дочку Мэтта Кокса из Огайо выгнали из школьного автобуса с запретом им пользоваться. Дело в том, что 10-летняя девочка постоянно издевалась над одноклассниками и в целом вела себя по-хулигански. Разъяренный Мэтт решил раз и навсегда отучить дочку от хулиганства. Он отправил девочку в школу пешком по холодной погоде. Идти ей было всего лишь 8 километров. Сзади все это время ехал отец в теплой машине и снимал малышку на видео, параллельно вслух размышляя о недопустимости издевательств детей друг над другом. Видеоролик Кокс выложил в социальные сети. В комментариях к посту он написал, что на видеозаписи можно увидеть милую леди, которую уже второй раз за год лишили права пользоваться школьным автобусом из-за издевательств над другими детьми. По мнению Мэтта, такое поведение неприемлемо, и он не потерпит такого в своей семье. При этом Кокс написал также, что прекрасно осознает тот факт, что многие родители не согласятся с его методами и сочтут их кощунственными. Однако подобные хулиганские выходки следует жестоко пресекать, уверен мужчина. Так что его не волнует мнение других родителей. Это его ребенок, и ему решать, как его воспитывать. Появление видео стало в определенном смысле бомбой в американском фейсбуке. И пост, и видеоролик стали вирусными, а комментаторы разделились на два лагеря. Одни предсказуемо были против таких варварских с хихтучки зрения методов воспитания, а другие же, напротив, поддержали столь суровое наказание. Впоследствии у Мэтта даже взяли интервью местные телеканалы. Мужчина был обескуражен и шокирован тем, каким популярным и резонансным стал его поступок. Тем не менее, никакой своей вины в чем-либо отец не видит. И ничего по-настоящему жестокого он с дочерью не сделал, уверен Мэтт. Да, она прошлась целых восемь километров. Она замерзла и устала. Но это, согласитесь, совершенно не смертельно, тем более девочке уже десять лет, а не годик или два. Зато теперь она усвоила урок, с гордостью рассказывает Кокс, и больше никаких драк и издевательств не было. А это значит, что метод работает. А что думаете вы? Это жестоко или необходимо? Как вы воспитываете своих детей, и что бы вы делали в такой ситуации? Напиши в комментариях. Подписывайся на канал, жми на колокольчик. Пока-пока.